Леонид Барац. Родился 18 июля 1971 года в Одессе. Актер театра и кино. Сценарист и продюсер. Один из основателей комического театра «Квартет И». Имеет двух дочерей и сына. Леонид, добрый день. Добрый день. Вас называют Лешей. Почему? Потому что я так себя ощущаю. Я Леша. Но это старая история. Давайте и вам перескажу. Первые месяцы своей жизни я жил у прабабушки. Вернее, мои родители жили у прабабушки. А ее к тому времени умерший муж, его звали Леонид. И она хотела, чтобы меня звали Леонид. А родители хотели, чтобы я был Лешей. И, соответственно, они ради нее записали меня Леонидом. А звали Лешей. И я узнал, что я Леонид в восьмом классе. Нас стали называть по имени-отчеству. И вот, значит, звучит Леонид Григорьевич. Как звали прабабушку, я стесняюсь спросить. Роза. Вы родились в Одессе, в замечательном городе, неповторимом, удивительном. Одесса детство. Вот она какая была? Вы знаете, это какое-то такое ощущение нескольких кругов защиты и обороны. У тебя есть малая семья, там тепло, хорошо. У тебя есть большая семья, у тебя есть соседи, которые тоже, в общем, в случае с Одессой являются практически семьей. Даже те, которые не очень хорошие соседи, они соседи, это свои. У тебя есть вообще весь город, который свой. К любому проходящему мимо можно подойти и без здрасти заговорить о своих делах. Вот. И, ну как, это море, это помидоры, микадо соленые с яйцом у моря. Это... Вкусно. Вкусно. Это мама, которая меня водит в детский сад, а она там работает, сама воспитательница, и тетя там воспитательница. И ты. Ты все время среди своих. Вот ощущение теплоты в Одессе, теплоты и человеческой, и просто потому, что там тепло все время. И там, насколько я помню, это место, город в СССР, где максимальное количество солнечных дней. Поэтому, когда я приехал в Москву, а там минимальное количество солнечных дней, я просто был испуган. Это вы еще до Питера не добрались? Это еще до Питера я тогда не добрался. Вот. Поэтому Одесса для меня это тепло человеческое и вот тепло такое вот... Вы жили во дворе традиционном Одесском? Обычный Одесский двор на Кирово угол треугольный, нынче это базарный угол Утесова, прямо напротив окна Утесова. Одесский двор, рядом Молдаванка. Да, замечательно. Прямо вот напротив моих окна Утесова. Я помню звуки города, звуки двора моего. И это такое... А что у вас это за... Дилин, 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 мусор, молоко, привезли, молоко, вот это вот все. Та Одесса умерла? Вы знаете, сейчас я могу впасть вот в это вот такое уже старческое брюзжание и сказать, что есть какие-то островки. Есть еще те островки, есть еще тот способ общения, который был в Одессе когда-то. Случается на каких-то юбилеях, на каких-то днях рождения. Где-то еще это есть. Но все меняется. И в данном случае, так как произошли такие тектонические изменения и политические, и социальные, не поменяться город не мог. И тем не менее, Одесса остается Одессой. То есть, приезжая туда, мне хорошо. Во-первых, там... Вы дома. Я дома. Я вообще в этих двух странах, я их ощущаю своими странами. Не так, как их ощущает Путин и Зеленский своими. А в смысле того, что это родные страны. Здесь я чувствую себя среди своих. А свои, это же не только те, которые любят то, что любишь ты. Но и те, которые не любят, но именно это же. Ну, то есть, у вас есть общие темы для разговора. Ты понимаешь, что это за человек ты видишь по одежде, по тому, как он выражается, по каким-то, как это сейчас принято говорить, маркерам в речи, определенным словам, откуда он и так далее. Ты ловишь все нюансы. И ощущение того, что я среди своих. Другой вопрос, что, там, скажем, если будет играть сборная России и сборная Украины, я буду болеть за сборную России ровно потому, что мой двор сейчас находится ближе к стадиону, где играет сборная России. Но если будет играть сборная Украины с любой другой сборной, я буду болеть за сборную Украины. Я думаю, что как одессит вы задумывались все-таки, в чем феномен Одессы? Вот если его сформулировать. Задумываться я задумывался. Но в чем не понял. Но в чем он? Бог его знает. Я сейчас начну вам рассказывать обычные, достаточно понятные слова о том, что смешание всех там национальностей, Портофранко, свободный город. Вот солнечные дни. Солнечные дни, море. А если честно, я не знаю. Что-то там в этом море, в этом воздухе, что-то там есть. Что именно, я не понимаю. Я не знаю. Мама работала воспитательницей в детском саду. Потом методистом, да. Папа чем-то. Я же должен был сказать, что ее повысили. Она не просто методистом была, она закончила педучилище и так далее. Папа был журналистом. Вот он писал в газетах или на радио, на телевидении? Он писал иногда в «Вечерке» одесской. Но он, насколько я помню... Хорошая газета была. Это была неплохая газета. Борис Деревянко был главный. Борис Деревянко. Убитый. Да. С ним бодался тогда Валерий Сакович Хаид. Мне еще тогда незнакомый. Но, значит, у них было какое-то противостояние. Я уже потом об этом узнал. Это была неплохая газета. Вообще вся фактура жизни одесской, я помню ее, она была интересной. То есть, вот это вот сочетание отсутствия, полного отсутствия денег, возможности купить машину, приобрести хорошую квартиру с возможностью пойти в интересный театр, приехавший из Москвы или Одесский. Купить книгу. В Одессе тоже театр Иванова какой был хороший. Музкомедия. Музкомедия была совсем неплохой. То есть, хвастали, по сути дела, не банковскими счетами и не машинами. Сейчас с удовольствием я, например, похвастался бы и банковским счетом. Но тогда вот этот феномен советского человека, и в том числе одесского, потому что Одесса была культурной... Книги, да, что у тебя есть, что у тебя стоит на полках, театр... Черноморец. Черноморец чемпион. Ваш отец. Как кричал постоянно, значит, очень странный человек, сидевший рядом с нами, готовьтесь к контратаке. Что бы ни происходило, слева или справа играли, готовьтесь к контратаке. Вы ходили в парк на футбол? Обязательно с папой ходил в парк на футбол, да. У вас были любимые игроки в Черноморце? Ну, конечно, я их всех помню, и Пласкина, и Щак. Лещук. Да, Лещук. Если помните, был такой Шарий. Да, Иван. Иван Шарий, да. Жикю. Жикю, прекрасный воротарь. Потом Елинскас у нас стоял. Валентин, да. Да. Ну, в общем, все это было... Нет, ну, это уже дальше Биланов, это уже какие-то совершенно... 86-й год. Биланов, получающий золотой мяч, русская ракета, Биланов, перешедший в Динамо Киев, Биланов, не забивший этот пенальти. И мы его, по-моему, позапрошлым летом встретили в Одессе. С каким огнем в глазах он рассказывал о том, что вот этот вот знаменитый, не забитый пенальти, он всегда же бил очень сильно по перекладину. Просто бфуф. Да. И он говорит, что там вот, значит, перекладина, а там то ли баннер какой-то, то ли на трибунах была какая-то полоса белая. В общем, у него что-то там сбилось, и он промахнулся. С какой болью он об этом говорил. Хороший человек, правда? Ну, хороший как минимум, потому что, во-первых, он был блестящим футболистом. У него было года 2-3, когда он поймал такой кураж. Скорость, удар. Когда он, да, скорость и удар. Мне всегда казалось, он такой нефутбольный, у него вот эти ножки иксиком. И бег такой интересный, да? Кто-то очень смешно писал, кто-то из «Динамо Киев», я не помню, кто именно, что у них было соревнование, они бежали лицом и пытались догнать Биланова, который бежал спиной. И это практически никому не удавалось. Ваш отец, Григорий Исаакович, директор Всемирного клуба одесситов. Что это такое Всемирный клуб одесситов? Ну, это какая-то попытка такой вот организации людей. Мы уехали, мы очень многие одесситы уехали, и когда начинают брюзжать о том, что Одесса уже не та, я всем им говорю, ребят, ну так остались бы, и делали бы город таким, как вы его хотели бы видеть. Но вы уехали, и у всех есть вот эта вот ностальгия по городу, по юности и так далее. И существует, я плохо знаю, что там происходит, но насколько я понимаю, и папа мне рассказывал, существует в разных городах клубы одесситов. Ну, то есть, вот в Питере есть клуб, где собираются одесситы, вспоминают, плачут, поностальгировать. В Одессе, естественно, есть клуб, и Михаил Михайлович был президентом этого клуба, что вполне логично. И это небольшое помещение, где происходят какие-то события, где как-то вот та самая Одесса, о которой вы спрашивали. Которая больше нет. Которая, да, иногда случается, но вот то и ровно, то и Одессы нет. Вот она там случается иногда. А иногда это выглядит, скажем так, попыткой, чтобы это случилось, но уже такой... А город, это же люди, правда? То есть, декорации остались, а артисты уехали? Ну, не все артисты уехали, но иногда есть ощущение, что в городе живут не сыновья и внуки тех, кого я помню, а просто другие люди. И это вот ощущение Звягинской Елены такой. Другой вопрос, что ну... Вот в такой момент мы жили, так вот все поменялось. Да, так случилось. Более того, я вам могу сказать, что, например, сейчас... Я практически сейчас буду вам цитировать то, что мы сегодня вечером будем играть. Это не спектакль, а такой разговор застольный. Сейчас же и с нашими детьми мы живем на одной территории, но в разных странах. Потому что раньше мы заходили там к соседу, и те же корешки в той же последовательности стояли, значит, на полке. А сейчас это не так. И ах, как же было хорошо тогда, а сейчас плохо? Да нет, сейчас прекрасно. И тогда было прекрасно, но так случилось. И сейчас лучше. То, что лучше, чем в советское время, это вообще однозначно так. Не обсуждается. Да. Мы говорили об одесских театрах. Ваша бабушка была концертмейстером Одесского театра оперы и балета. Моя бабушка живет в Нью-Йорке, и слава богу, до сих пор жива. У меня обе бабушки живы. Давайте передадим им привет. Как их зовут, скажите? Значит, одну зовут Эти Шулимовна, а в миру Анна Соломоновна. В Одессе она была. Другую зовут Фаина. И, значит, обе они живут в Бруклине, в Нью-Йорке. И обе они живы, слава богу. И бабушка моя, о которой вы спрашиваете, до сих пор еще музицирует. К сожалению, вот с этой пандемией она всех остановила. И я очень переживаю за нее, потому что она жива социальной жизнью. Она очень активная. И вот в эти детские, ну это взрослые садики, в которые водят пожилых людей. Да, она там очень... Да, она сейчас... Это было года два назад. Она говорит, привези мне, пожалуйста... Я тебе... Вот что может попросить бабушка в 92 года? Она говорит, привези мне, пожалуйста, вальс из фауста. Значит, нотки гуно. Только в переложении я уже не смогу сыграть тот сложный, сложный вариант. В переложении более легком, привези мне. Одной бабушке 92 года, второй... Нет, 92 ей было, сейчас ей 95, второй 93. Замечательно. Они дружат между собой? Они были... Чудовищно враждовали в Одессе. Я не случайно спросил. Я понимаю, да. А теперь им приходится дружить. Ну, просто потому что они там уже очень пожилые, они одни. Ну, как они не дружат, но они, естественно, общаются. Вынуждены общаться. Вынуждены общаться, да. Бабушка концертмейстер оперного театра. Вы в опере часто бывали? Я в Одесской опере, естественно, бывал. И мне это очень не нравилось. Ух ты, почему? Ну, я не могу, это все так фальшиво и скучно. Вот. Потом, уже потом, я полюбил оперные арии и оперы. Ну, вот целиком смотреть оперу для меня это мука. Ну, мне очень тяжело. Но бабушка пыталась вас как-то приобщить? Нет, я бы сократил слово. Пытала меня приобщить. Хорошо. В детстве вы учились в музыкальной школе, играли на фортепиано. Тоже из-под палки? Сначала из-под палки, потом с удовольствием. Потому что первые шесть классов я учился в академической музыкальной школе. А начиная с седьмого класса у нас появилось джазовое отделение. И я доучился до десятого класса. И там стало весело. И там мне стало интересно. Пальцы еще помнят? Ну, такое что. Что-то могут. Могут, могут. С Ростиславом Хаитом вы дружите с первого класса. Вы первый человек из всех мне известных журналистов, кто с первого раза правильно произнес имя и фамилию Славы. Вячеслав Хаит. Это самое распространенное. Ну, Аркадий Хаит был. Аркадий Хаит. Я с ним знаком был. С Аркадьем Хаитом? Хороший человек был, да. Как говорила Славина мама, когда Валерий Сакович еще, значит, как-то, ну, Хаит, ну, как-то он был не очень устроен. Было мало денег. А был Аркадий Хаит, уже известный на всю страну. Лауреат Госпремии. Да, лауреат Госпремии. Она говорила, смотрите, одна маленькая палочка, а какие два разных человек. Хаит рождал юмор просто на каждом шагу. Он был очень смешливый человек. Он все время смеялся. Нетипичный юморист, между прочим. Вы знаете, вот эта вот история про то, что юмористы, они такие грустные и тяжелые в жизни, вот она какая-то, мне кажется, слегка надуманная. Арканов. Арканов, да. Горин. Горин, по-моему, был довольно теплым и веселым человеком. Мишин, ну, он просто, да, принял эту позу и из нее не выходит. Хотя Жванецкий. Вот, Михаил Михайлович. Фонтанировал. Ему надо было встать на крыло. Нет, вернее так, ему нужно было, чтобы напротив оказались красивые женские глаза. Женщина, конечно. Да, и интересный какой-то собеседник, который отрефлексирует, отразит ту шутку, которую, значит, он придумает. Первая шутка, она удалась, и дальше он... На крыло. На крыло и летит. Да и Задорнов такой был тоже. Задорнов, ну, вы знаете, я бы не сравнивал масштабы таланта. Вернее, даже в случае с Михаилом Михайловичем это не талант, а гений, как мне кажется. Потому что таланту, талантом можно там... У таланта можно учиться. У гения практически научиться невозможно, потому что это то, чему не учат и не учатся. То, что случается и вот вспыхивает, и к чему ты можешь только себя соотносить с этим, но научиться это. Вы заговорили о Жванецком и Задорнове, о соизмеримости их талантов. Я вспомнил потрясающую историю, я вам расскажу. Я готовился к интервью с Жванецким, он должен был приехать из Одессы, прилететь. И у меня выходит накануне интервью с Задорновым. Я сказал в конце, сегодня у нас в гостях, так тогда по телевидению говорили, Буф подумал, выдатный письменок Михайло Задорнов. Прилетает Михаил Михайлович. Я говорю, вы смотрели интервью с Задорновым? Он говорит, ну зачем мне его смотреть, это мой конкурент. Ну что я там нового вижу? Не смотрел. И я в конце программы говорю, сегодня у нас в гостях был выдатный письменок Михайло Жванецкий. Мы все закончили, пошли в ресторан, был Виталий Коротич как раз. Мы съели очень хорошую селедку с луком, с картошкой в мундирах, выпили много водки, приехали в аэропорт, сидим в веб-зале, добавили коньяка, и Михаил Михайлович говорит, уже улетать ему пора. Он говорит, вот то интервью с Задорновым, о котором ты спрашивал, я его не видел. Где он в белом свитере? Зачем мне на него смотреть? И когда ты в конце сказал, что он выдатный письменок, и сказал сегодня, что я выдатный письменок, я не обиделся и не расстроился. Конечно, если бы жива была моя мама, ей бы было очень важно, чтобы ты сказал, что я вылыкий письменок. Но мне это безразлично. Но в Одессе есть еще люди, которым бы это понравилось. И если бы ты завтра переговорил одну эту фразу, они, не я, они были бы счастливы. Я говорю, Михаил Михайлович, я вам обещаю, я завтра переговорю эту фразу. Он улетел, на следующее утро он позвонил. Ты знаешь, вот эта вот фраза, о которой мы говорили, не надо, не надо, пусть все будет так. Михаил Михайлович. Какая-то у меня была тяжелая ситуация личная, и мне нужно было улететь из Одессы, потому что мне было очень тяжело именно в этом городе в связи с личной ситуацией. И я срочно взял билеты, это лето, и поехал в аэропорт, а папа с Михаилом Михайловичем в этот день собирались гулять. Они иногда, значит, Михаил Михайлович звонил, ну-ка давай, значит, пройдемся по пятийным, в общем. И тут я сижу, мне плохо, грустно. Что-то я там выпиваю. И приезжают папа с Михаилом Михайловичем. И, значит, Михаил Михайлович говорит, грустно тебе, плохо, да. Он иногда, когда ему было как-то, он говорит, что, птичка, грустно? Я говорю, ну, да, что-то, Михаил Михайлович, мне прям тошно. Он говорит, а это неплохо. Я говорю, в смысле? Ну, это, ну, как это сказать, это может двигать вперед. Ну, вот я, и рассказывает мне историю про, вот, что им движет, что, насколько вот он, он говорит, значит, вчера я с Наташей собирал большую компанию. И Наташа наготовила, и все было вкусно, и все такое. И в конце вещь, ну, как в конце, там, значит, мы поели, и я читал то, что я написал летом. И был Борис Литвак такой, значит, его близкий товарищ, все такое. Мы сидели до двух часов ночи, и вот он уходит, все уходят, и Боря говорит, что было вкусно, Наташа, тебе спасибо, было так тепло, уютно. И ничего не сказал о том, что я, значит, прочитал. Я не спал до восьми утра. Это Михаил Михайлович, который был известен на всю страну к этому времени, который великий писатель и так далее. Поэтому вот эта вот вибрация, вот это желание победить, желание нравиться, это, конечно, в нем его двигало вперед. И когда... Да, ладно. Ну, да, к сожалению, это только что произошло. Мне кажется, что когда его называют мудрецом, это очень лестно, наверное, но не точное определение его... Мудрец более горен был, наверное. Мудрец – это человек, все-таки вписавшийся в жизнь, понимающий, что делать, что говорить, успокоившийся человек. А Михаил Михайлович точно не успокоившийся человек. Михаил Михайлович все время вибрирующий, все время ищущий на ответы, все время хотящий. Хотящий. Все время что-то хотящий. Наша предпоследняя встреча, последняя была полгода, нет, последняя была перед выборами Зеленского, это было полтора года назад, я их соединил по телефону за несколько дней до выборов, и они поговорили по громкой связи, я держал ему телефон. А предпоследняя встреча, нет, это была предпоследняя, а последняя – ноябрь, 1 ноября прошлого года в Киеве. Я говорю, Михаил Михайлович, что-то плохо ходите, ну, еле ходил, он говорит, ножки 1934 года требуют замены. Да-да, ну, давайте, а познакомился я с Михаилом Михайловичем, его, значит, Слава привел ко мне домой, просто смешно, как отреагировал охранник, значит, звонит мне домой и говорит, значит, таким дрожащим голосом, он говорит, к вам пришел Михаил Михайлович Жванецкий, пропускать? Итак, Ростислав Хаид, второй раз произнесу правильно его фамилию, чтобы уже все запомнили. Вы с первого класса вместе, да? Вы дружили в школе? Да. У вас были общие интересы? У нас со второго класса, в первом классе нас немножечко разделяли Вова Лисовой и Вадик Волк, а со второго класса мы были дружны. Да, вот со второго класса прямо, ну, как общие интересы, конечно, они и остались примерно те же общие интересы. Тогда вы, да. Вы оба поехали в Москву, покорять Москву, и оба поступили в ГИТИС. Вы заранее решили так сделать? Я вообще до 25-30 лет ничего заранее не решал и вообще ничего не решал. Я жил и жил, мне было так хорошо. Вот прям жил и жил. И мы там, начиная с седьмого класса, занимались в Штеме у славянного брата, что-то делали, какие-то капустники и так далее, и логично было поехать в Москву поступать. Никто не верил в то, что мы поступим. Мы оба поклялись друг другу, что, значит, либо оба поступаем, либо оба не поступаем. Как Герцен и Огарёв прямо. Да, и если один, значит, поступает, а другой не поступает, то поступивший забирает документы и уезжает. Ого. Да. Поэтому у меня были страшных полторы минуты, страшных в моей жизни, потому что мы сдали экзамены, и, значит, сидим в аудитории, и выходит старшекурсник какой-то, который зачитывает список фамилий поступивших. Моя фамилия на Б, как вы понимаете, она звучит первый, Барац. Вот. А дальше длинный список. И я вспоминаю о том, что я поклялся. И что же я буду делать, если потом думаю, да иди ты нафиг. Ну, в конце концов. Ну, ты плохо готовился, не поступи. И у меня... Да, и такая мысль была даже. Меня раздирало от мучения. Это, знаете, такое вот ощущение счастья накануне предательства. Ты вроде поступил, но что же делать? Ну, как же быть? Вот. Ну, слава богу. Вы ему признались в этом счастье накануне предательства? Конечно. Я ему сказал, что моя дилемма передо мной стояла морально тяжелейшая. А это как раз моя слабость. Я вообще тяжело... Моральные дилеммы я тяжело прохожу. Но предать готовы были? Какой злой вопрос. Это очень злой вопрос. Вообще, очень не хочется попадать в ситуации, когда такой выбор. Предать или что-то. Но вот сейчас я славу предать не смогу в любом случае. Что бы было тогда, не знаю. Может быть, я бы объяснялся, плакал, уговаривал, рассказывал почему, врал бы. Но, может быть, и остался бы в Москве. В ГИТИСе вы познакомились с Александром Демидовым и Камилем Лариным. И с тех пор, с 93-го года, вы неразлучны. Вы друг от друга еще не устали? Вам не скучно? Или вам не надоело быть вместе? Нет. Нет. Вы знаете, так смешно. И интересно. Проводим время. Иногда случается у нас в гримерке. Ну, просто вот так, как меня может рассмешить, не знаю, Камиль или Саша, меня никто так не может рассмешить. Вы ржете? Нам смешно. Ну, то есть, степень раскованности, степень отсутствия позы какой-либо, потому что мы с первого курса, и потому что мы видели друг друга в разных обстоятельствах и в разных ситуациях, и они были не всегда приличными и красивыми, и так далее. Вот степень этой раскованности и интереса друг к другу, и понимание, наверное, что вместе мы сильнее, чем по отдельности. Ну, иногда случается у нас. Конечно. Ссорились. Конечно. На творческой почве. И на амбициозной. Мы же мужики все, и у всех амбиции свои. И иногда... Во-первых, нас пятеро. Мы вчетвером, и есть у нас режиссёр и наш соавтор со славой Серёжа Петрейков. И как-то мы... Роли не продекларированы, но определены. Мы понимаем каждый, кто какую функцию, и не только рабочую функцию, но и эмоциональную, но и человеческую функцию в этом организме выполняет, несёт. И поэтому как-то так вот... Но случаются ли обиды, случаются ли вот эти вот... В этом механизме туда можно насыпать песок, и он начинает скрипеть и тужиться, и всё такое? Конечно, случается. Кто из вашей четвёрки друг с другом больше дружит? Мы со Славой. Мы со Славой очень близки. В какой-то период времени я с Сашей был так же близок, но в силу всяких социальных изменений его и меня мы... Но мы всё равно... Как сказать... Это мои ближайшие люди. Мы там со Славой значительно больше проводим времени вместе, у нас больше интересов общих, мы играем в футбол, мы ездим отдыхать вместе, ходим там... Ну, в общем, компания у нас одна, но тем не менее они очень близки. Вы вчетвером хорошие артисты? Я думаю, что мы стали хорошими артистами, и это не самая сильная наша сторона. Я имею в виду, что таких артистов, мне кажется, что таких артистов уровня таланта нашего довольно много в стране. Их довольно много. Мне кажется, что Саша Демидов самый сильный, самый одарённый из нас артист. Раскрылся ли он полностью, это другой вопрос. Но мы, безусловно, мастеровитые артисты. Мы научились много. У вас в руках профессия? В руках профессия есть. Иногда у кого-то бывают прорывы, случаются. Как вот, например, у Славы случился прорыв в спектакле «В Бореньке чего-то нет», и он там прямо лучший. Он там играет, он попал в персонажа, и он там прямо невероятно хорош. Но сказать, что, знаете, кто-то из нас грандиозный артист, как Евстигнеева в «Современнике» называли гением, вот эти люди, которые все были практически гениальны, Евстигнеева называли гением, среди нас таких артистов точно нет. Ну, может быть, вдруг что-то случится с Сашей. Ну, появится. Ну, мне кажется, что сильны мы всё-таки не тем. В коллективе. В коллективе. Выработавшимся языком и способом, и формой подачи. Ну, писаниной мы сильны. Когда вы закончили ГИТИС, работы для артистов практически не было. Вы снимались в музыкальных клипах даже. В чьих? Ну, я сейчас всех не вспомню, но из таких, значит, группа комбинации снимала клип «Бухгалтер». Я заработал 50 долларов. Кого вы играли там? Я играл там пианиста. Мне сейчас будет очень стыдно. Я не помню фамилии. А, Светлана Рерих. Две ладошки, знатные кошки, а за кошком что-то там. В стране была безработица, я понимаю. Вот, я играл там какого-то ученика-студента. Значит, это всё происходило как бы в английском классе. И я снимался в клипе Агаты Кристи. По, кстати, сценарию Ренаты Литвиновой. Клип назывался «Моряк», по-моему. «Моряк», да. Мы со Славой несли какое-то обезглавленное тело. И у Славы даже были слова. Там, значит, в клипе, если помните, было модно вставлять какие-то такие актёрские штучки. Да, и он голосом Ренаты Литвиновой говорил, а тебе оно надо. Вот такая же так штука была. Потом были клипы группы «Браво». Есть такой режиссёр, клипмейкер Андрей Лукашевич. Вот он все клипы «Браво» снимал. Много клипов «Браво» снимал. Вот если помните, это за окном рассвет, это города. Там все мы снимались. Да, это был заработок. Вы один из основателей комического театра «Квартет И». Страшное слово. Основатель, да. С чего всё началось? Кому в голову пришла эта прекрасная идея? И почему, кстати, «Квартет И»? Началось всё с поступления в ГИТИС, с того, что мы почему-то вчетвером в каком-то подвальном помещении ГИТИСа играем футбол фольгой, свёрнутой от бутерброда. Как-то нас друг к другу притянуло, нас четверых. Началось всё с колхоза, где мы поехали с Камилем покупать спиртное, и из спиртного оказалась только имбирная настойка. С падения Саши с руки Ленина на земь. Там же в колхозе? Там же в колхозе. Началось всё с дружбы. Где это было в колхозе? Колхоз под Москвой где-то. Что собирали? Что попало. Всё, что плохо лежало, всё и собирали. Ну, картошку, по-моему, что-то в этом роде. А потом у нас на курсе, значит, у нас был актёрско-режиссёрский курс, и был Серёжа Петрейков, который заметил... Во-первых, спасибо, хочу сказать, нашему мастеру, художественному руководителю, который ввёл единственный курс, и у него был педагогический дар. Он был блистательный педагог. Он мог чему-то научить. Вернее так, у него очень хотелось научиться. Вот так бы я сказал. И он это умел делать. И он работал по школе Эфроса. Он очень любил... Он считал себя учеником Эфроса. И мы делали очень много этюдов. И когда Серёжа когда-то заметил, что если в одном из этюдов кто-то из нас четверых, то этюд удался. А если мы все вчетвером, то этюд прямо вот летит. И вот, наверное, с этого и началось. Потом мы с Сашей Демидовым сидели в каком-то кафе, пили и думали, что же нам делать. Потому что, понятно, 92-й год, в 93-м мы выпустились. Куда идти? Страна вся в разрухе театров. Саша сказал, а не устроить ли нам вот такую историю? Каждый курс собирался стать театром в тот момент. Потому что, а куда? Что же делать? И мы пришли с Сашей с каким-то списком правил. С предложениями пришли. Вот они были достаточно наивные. А Сережа Петреков, так как он был старше нас на 5 лет, и он был москвичом, и он сдавал квартиру какому-то французу. Короче говоря, мы на французские деньги построили театр. Почему театр и? Квартеты, потому что квартеты, несчастные случаи. Квартет и Нонна Гришаева. Квартеты Максима Виторгана. Квартет и это Союз. Кино началось с театральных спектаклей. Правда? Сначала вы опробовали материал в театре, на сцене, потом кино. Вы и актер, и сценарист, и продюсер. И вообще душа, можно сказать, этого коллектива. Вы пытаетесь сейчас нас поссорить. Хорошо, 5 душ. Одна из 5 душ. Скажите, кем вы себя больше считаете? Вот в какой ипостаси вы органичнее? Драматургия, наверное, самая важная часть моих умений. Придумать такие смешные, конечно, реплики и такой сценарий. Вот давайте так. Самые главные хиты, кинохиты, это День радио, День выборов, День выборов 2. Вот в ваших там сколько процентов из того, что придумано? Нельзя так сказать. Все рождалось вместе. Конечно, да. И можно, наверное, эпосессию посчитать, но оно бы не родилось, если бы мы... Коллективный разум. Ну, мы пишем втроем. Кто пишет? Я, Слава и Сережа Петрейков. Так. Да. И мы пишем не... Не пришло вдохновение, мы прибежали и сели писать. А просто собираемся каждый день, садимся за стол и пишем. Вот. И поэтому кто там какую функцию выполняет, мы, наверное, догадываемся. Но, опять-таки, не проговариваем. У нас есть Сережа, очень основательный человек. И человек, у которого самое большое шило в том месте, где оно обычно бывает. Правда, сейчас это место у него разрослось до больших очень размеров. И шило стало не таким эффективным в связи с этим. Но, тем не менее, он это все собирает. Он очень основательный человек. Очень образованный, значительно более интеллектуальный, чем я. И чем Слава. Потому что ему туда хочется. И он основу, остов того, что мы делаем в пьесах, это, конечно, он. Он из нас вытаскивает, он записывает, он сидит у компьютера, что немаловажно. А что касается реплик, диалогов, случаев, поворотов сюжета, это, наверное, в большей степени мы. На ходу много рождается? Рождается... Вот идут съемки, и вдруг кажется, нет, надо так ответить, а не так, как было в сценарии. Случается. Ну, достаточно много, оно как взрыв, такое прям бум-ц происходит. Но, в основном, мы очень долго пишем пьесы и сценарии, очень долго. И каждое слово, у нас борьба за порядок слов бывает, ну, прямо вот мы сражаемся. И поэтому, например, мне как человеку соответствовать моему образу, который я создал, например, о чем говорят мужчины, сложно достаточно. Потому что там плотные диалоги, и попробую вот так поговорить в жизни, это достаточно сложно. Вы знаете, день радио и о чем говорят мужчины, это все очень хорошо. Но день выборов и день выборов два, я бы сказал, особенно день выборов два, что, кстати, бывает редко. Обычно второй фильм хуже, чем первый. Ну, я считаю, что это блестящие две работы. Блестящие. Ваше мнение одно из редких мнений. Ну, то есть, в основном говорят, день выборов, любят день выборов, первый. Это самое главное. Ну, два главных фильма. День выборов и о чем говорят мужчины, тоже первая часть. Мне-то кажется, что вообще самое интересное, это быстрее, чем кролики. У нас 2019 год был ознаменован выборами президента и выборами парламента. И вот за два дня до нового 2019 года мы с друзьями сняли зал кинотеатра. У нас было человек 20. И мы посмотрели в который уже раз день выборов и тут же день выборов два. Вот мы заказали эти две картины в преддверии чего-то важного в жизни нашей страны. Это потрясающе было. Вот скажу вам честно, мне очень приятно. Прекрасные работы, их не устаешь пересматривать, их часто показывают по телевизору, они смотрятся на одном дыхании. Вот этот юмор, который там, это юмор, это настоящий юмор, это очень тонко, кстати, это смело, потому что там и на грани, и за гранью очень часто. Вы тоже втроем придумывали? Ну да, конечно, да. Мы пишем втроем все время, всегда. Бывало такое, что на съемочной площадке тот или иной актер, не входящий в состав трех авторов сценария, говорил, ребята, давайте сделаем вот так. Вот мне кажется, вот поменяем. Да. Бывало. Так случалось, иногда принимали. Это был иногда и режиссер, который предлагал сделать вот так и не так. Но в основном диалоги все-таки оставались теми, какими они были прописаны на бумаге. Иногда, как Миша Ефремов, например, в первой части совершенно феерически его несло. Более того, в первой части было еще на сну, и во второй было неплохо, но в первой было настолько хорошо, потому что мы жили там, мы плыли по Волге, мы жили на этом корабле. И наши персоналии с персонажами слились практически полностью. И поэтому, когда мы в похмелье с вечера по сюжету были в похмелье по жизни и снимались с утра с Максом в бассейне, в джакузи, как-то не нужно было ничего играть. Миша Ефремов – красавец, правда? Он замечательный человек, он замечательно порядочный человек, замечательно талантливый человек. Но он человек таких, я бы сказал, больших страстей и крайних состояний. Вам жаль его сейчас? Мне очень хочется его и поддержать, мне, конечно, его жаль по-человечески, мне за него очень обидно, что так случилось, но логика вещей подсказывает... Но он к этому шёл. Ну вот я говорю, что то, за что мы его любим, те предельные состояния эмоциональные, они иногда были на грани, и переход за эту грань сулил такие... Вы видели эти вещи, на ваших глазах это происходило, да? Вы имеете в виду, там, выпивание и крайние состояния? Ну, конечно, да, видел. И он был в них хорош, но это иногда граничило с эмоциональной распущенностью. Я повторю, это было... Ну, в этом человеке это всё было, и это его сильная сторона, которая, как известно, там, сходится со слабой. Вот эти крайние точки, они сходятся, к сожалению. И то, что произошло... Ну, он виноват, не о чем говорить. Михаил Ефремов большой артист? Вот вы знаете, я всегда думал об этом, когда мы спорили, кто из них больше, папа или... Это мой следующий вопрос просто. Да. Мне всегда казалось следующее. Мне казалось, что папа сильнее артист, а Миша сильнее человеческой своей эмоцией. Вот он сильнее персонаж, он социальное явление. Да. Вот. А папа сильнее артист, вы считаете? Мне всё-таки казалось... Ну, опять, тут вот я, ну, как и везде, субъективен. А вы знаете, я задавал этот вопрос многим актёрам Хата и Современника, которые играли с Олегом Николаевичем. И они тоже все говорили, что Олег Николаевич сильнее артиста. Мне кажется, что сильнее Миша всё-таки. Ну, вот у меня очень много тоже друзей, которые считают, что Миша сильнее артист, чем Олег Николаевич. У меня есть ощущение, что Олег Николаевич... Один только взгляд его в трёх тополях, когда она запела. Вот это вот всё там внутри, что проигрывается. А Миша хорош эмоцией, силой человеческой, вот такой какой-то, которая иногда переходит в разнузданность. Вот в эту вот... Мне кажется, что его мастерство актёрское мы иногда путали... Вот, вернее, вот эту эмоциональную силу мы иногда путали с актёрским мастерством. Интересно. Может быть так. Но то, что он был замечательным и есть, и дай бог будет замечательным артистом, это несомненно. И то, что мы спорим о том, кто сильнее, папа или сын, это означает, что они оба очень высокого уровня артисты. Василий Уткин, непрофессиональный актёр, но очень глубокий человек, на мой взгляд. С ним легко работалось как профессионалу с непрофессионалом? Очень. Мы вообще по принципу дружбы часто выбираем артистов, которые с нами работают. И так как за кулисами он созвучен, то на сцене с этим всем значительно легче справляется. У нас случались артисты, которые были сильнее Васи Уткина, потому что они были артистами, но которые не попадали в компанию. Ну вот, не вписывались в систему, просто потому что вот как-то по-человечески не сходились мы. Не в смысле, что мы упирались или там скандалили, а в смысле, что вот не было близости человеческой. Вася очень близок, Вася крайне остроумный человек, один из самых остроумных людей, которых я знаю вообще. И Вася был очень дисциплинирован. И Вася с блестящей памятью человек, поэтому он приходил на площадку... С выученным текстом. Готовый. И в лед все... А потом мы же так же, как и с Мишей Козыревым, так же, как и со всеми непрофессиональными артистами, мы им не даем задачи сыграть Гамлета. Это... Играйте себя в предлагаемых обстоятельствах. В общем, да. Нона Гришаева, одесситка, яркая, искрометная актриса. Как вам работалось с ней и с Максимом Виторганом? Нона, на мой взгляд, с таким комедийным даром актриса, что с ней всегда было легко, ей не нужно объяснять, почему смешно. Может быть, она даже иногда и не понимает, почему смешно. Вот эта фраза, почему смешна. Но произнесет она ее всегда так, как нужно, и она будет смешной. Да. И она еще и с очень хорошей школой актриса. И она по-человечески с очень положительным эмоциональным фоном. И даже если Нона, а так с ней случается, приходит крайне уставшая, и все ей тяжело. И у нее было 28 спектаклей, и она на озвучке, и все это ужасно. Это такой вот способ женский привлечь к себе внимание, чтобы ее обняли, сказали, Ноночка, да все хорошо. Но она зажигается вот за секунду. Потому что именно с таким положительным эмоциональным человеческим фоном живет. Это ее большое счастье, потому что у нее зигзаги судьбы тоже были достаточно крутые. Вот, так что работала замечательно с ней. И это работает. Мы ее переманивали из Театра Вахтангова, говорили, иди к нам. Она ей была важна. Она, понятно, после Щукинского училища, Театра Вахтангова. Мы ее звали, звали, звали. В итоге она осталась в Вахтанговском. Но потом, теперь, по-моему, даже у нее, я не знаю точно, но, по-моему, книжка у нее долгое время трудовая лежала у нас. Сейчас она стала художественным руководителем ТЮЗа. Подмосковного. Максим Виторганов. Одной крови. Да. Одной крови. И мне кажется, что... Сейчас не боюсь это сказать. Когда мы его позвали, мастерство актерское Макса было еще очень сырым и ненаработанным. Но он за свою актерскую судьбу настолько вырос. У него был этапный, как мне кажется, спектакль «Ближе» или «Близость». Ну, там разные... Если помните, был фильм, который назывался «Близость» или «Ближе» с Оуэном. Это по пьесе фильм. Короче говоря, спектакль «Ближе», где он вдруг прыгнул, перепрыгнул на какой-то другой совершенно уровень актерский и стал очень хорошим артистом. А тогда он был близким другом и очень созвучным человеком. И опять он сыграл, в общем, практически себя в Дня Радио. Я вам скажу больше. Мы дружим с Эммануилом Гедеоновичем, Виторганом, папой Максимом. И молодое поколение студенты уже не совсем помнят его как актера. И когда я только говорю, ну, как же это тот, что я от Эммануила Гедеоновича, все тут же... А-а-а, понятно. Немножечко обидно Эммануилу Гедеоновичу, что вы помните по этому. Он с юмором к этому относится, я ему говорил об этом, да. Скажите, пожалуйста, почему была выбрана такая форма «Я от Эммануила Гедеоновича»? Вы сознательно на это пошли? Вы знаете, а мы же все под своими именами. И как-то все, как-то вот близость правды, что-то в этом есть, что-то как-то это чувствуется. А зачем менять там, например, Лешу на Виталика? Ну, какой смысл? Ну, и хорошо звучит от Эммануила Гедеоновича. Ну, а тогда еще вся эта история была. Тогда еще, в общем, нашим миром и нашей страной управляли олигархи. Не от государства, а именно олигархи. И поэтому Эммануил Гедеонович вполне аутентично. В этих фильмах «День выборов» и «День выборов-2» вы недвусмысленно показали уродливость всей этой избирательной системы. Вообще этот паноптикум, эти двойные-тройные стандарты, которые характерны не только для России, для Украины то же самое. Вам никто пальчиком не грозил, говорит, ребята, не говорил, ребята, но вы уже тут слишком. Нет? Интересная какая штука. Целая история была с этим связком. Такой бардачилу показывать такую. Дело в том, что «День выборов-1» – это единственный фильм, который мы снимали не как продюсеры. А пришел дяденька, сказал, вот вам денег, посмотрел спектакль, а дяденька был такой околоправительственный дяденька. И нормально дал? Дал нормально. Ну, я уже... В общем, мы заработали хорошо, мы довольны остались и так далее. Адрес дяденьки оставите? Да. Мы настаивали на том, чтобы в конце была фраза, что даже такие выборы лучше, чем их отсутствие. Мы не смогли это пролоббировать, но несмотря на это, ну, то есть, как бы, я так понимаю, что его мысль была, что, ну, зачем нам такие выборы? А в итоге получилось какое-то, наоборот, кино сатирическое. Ну, то есть, получилось кино такое, скорее, с либеральным уклоном, чем... Да, оно просто антироссийское кино. Вот, оно получилось почему-то таким. Но оно не анти... Ну, скажем так, вот мне нравится формулировка Эскандера. Сатира – это ущемленная любовь к родине. Вот что-то в этом роде получилось. Великий был, да. Вы знаете, глядя на всё это, ну, понимая, что чистый бардак, народ вообще просто не отдупляющийся, да и политики такие же. А на второй фильм дяденька какой-то появился или вы уже на свои гуляли? Мы уже на свои гуляли, по-моему. На свои, на свои. Дяденька как-то инициировал это, тот самый дяденька. Я забыл, как оно происходило, честно говоря. Но, во всяком случае, мы были продюсерами, и уже мы были вольны делать всё, что мы хотим. И мы всё-таки... Вот почему, мне кажется, День выборов-2 хуже, чем День выборов... Вам тоже кажется хуже? Мне кажется, что он хуже вот почему. Мы придумали, смоделировали очень, ну, там, скажем так, с натяжкой ту ситуацию, при которой Кремль отпускает вожжи и даёт возможность, там, как любой области, самой пытаться выбрать себе главу. Вот эти два кремлёвских человека, это же выдуманная штука. А знаете, что было, когда мы пытались прокатывать... Мы пытались прокатывать это в Украине и прокатывали. И долго настаивали на этом. Долго мы, значит, с компанией, которая прокатывала... Я не буду называть ни компанией, ни имён, чтобы всё было хорошо. Мне очень хочется жить и здесь, и там, и всем, чтобы всё было. Да, но, тем не менее, Минкульт украинский решал, возможно, прокатывать День выборов 2 в Украине или невозможно. Это какой год? Я не помню, когда мы выпускали... 12-й, нет? Что-то в этом роде, какой-то 12-й. Я по годам путаюсь. Там было 13 человек в комиссии. Один человек никак не мог посмотреть. Значит, и он говорил, что я сейчас не могу... Это была такая официальная формулировка. Я занимаюсь патриотическими делами. Он не мог никак посмотреть. Он занимался патриотическими делами. Вот. Потом они посмотрели, предъявили 28 претензий к фильму. Да. 28 претензий. При том, что совершенно же очевидно, что... Ну, и смысл, и суть его такова, что в Украине точно его надо смотреть. Вот. Потом мы красили... Ну, то есть абсурд, бессмысленность и профанация... Не сутевые были претензии. Это было подчас злочинной Влады Януковича. Да, да. Вот в чем вся проблема. Все понятно. Да, ну смешно вот что. Значит, понятно, что Владимир Владимирович не должен был появляться. Даже портретом на стене у этих кремлевских... Мы говорили, ребят, ну это же сатира. Это же смешно. Они выглядят смешно. И Владимир Владимирович там, ну это просто логика подсказывает, что у какого-то там либо ГБшника, либо там... Ну, висит Владимир Владимирович. Да, должен висеть. Должен висеть президент. Да. Вот. Они говорили, что так невозможно. Просто изображение президента невозможно. То есть абсурд. Что с той, что с этой стороны достигал каких-то... Вот. А тогда мы им сказали, а что вставить? Они говорят, что хотите. Мы говорим, а пусть будет там Тарас Шевченко. Они говорят, замечательно. И у нас, если вы заметите, у нас в кабинете этих кремлевских чиновников висит портрет Тараса Шевченко. Вы знаете, Камиль Ренатович Ларин, конечно, генерал ФСБ, то, что вы это сделали, это фантастика. Фантастика. Ну, спасибо. Но вы знаете, мы ведь не пытались днем выборов как-то... Бороться. Я понимаю. Ни с чем бороться. Мы... Вы делали честное кино. Мы делали, мы просто делали. Мы помещали... Мы сначала же сделали День радио, спектакль День радио. И потом мы думали, а что же бы нам интересного сделать с этими же персонажами? В какую их ситуацию поместить, где они будут интересно проявляться и как-то действовать? И поместили их в... И потом мы стали кстати с политологами... Ну, мы не очень понимали фактуру этого всего. Вас консультировали. Нас консультировали. Ну, как консультировали. Мы встречались с каким-то количеством людей, которые нам рассказывали, как оно случается. Как бывает, какие смешные случаи. Так вот, например, реплика «Голодать будем за еду» – это реплика из жизни. Так и было. Был некий человек, который, когда, значит, случались какие-нибудь голодовки или протесты, блистательно голодал, бледнел, худел. Ну, он делал это замечательно. Но ему носили еду из определенных ресторанов. Он говорил, вот, значит, сегодня мне японского, пожалуйста. И тогда он, значит, у него впадали щеки, вот, бледнели глаза, мутнел взгляд и так далее. Вот это правда так. Нет, это очень жизненное кино. Я хочу вас процитировать. Вы сказали, я часто кажусь себе ничтожно маленьким человеком, ничего не добившимся и непонятно зачем живущим. Что это? Это правда. У меня такие состояния случаются. Так бывает, я не знаю почему. Вы в себе часто сомневаетесь? Почти всегда. Комплексы у вас на этот счет появляются или, может быть, не только на этот? Вы знаете, я свои комплексы монетизировал. Хорошо сказали. Только это как-то оправдывает их. У меня, конечно, как и у всех, есть комплексы. Но я случаюсь вот таким вот маленьким ничтожным человеком. Причем это бывает в обстоятельствах, когда у меня вообще все хорошо. Когда мы сделали спектакль. Когда я себе говорю, ты что же, посмотри. Все же в порядке. Вот ты сейчас вышел на сцену. Вот тебя любят. И оно случается. Часто оно случается перед тем, как мы начинаем что-то новое делать. Мне кажется, что у нас не получится. Что у меня возникает страх. А умеем ли мы? А не ушло ли это куда-то? Но, как ни странно, и это же помогает. Потому что вот эта внутренняя борьба, она что-то рождает. В дне выборов и в дне выборов 2 вы блестяще сыграли гея. Не просто сыграли, очень достоверно. Как это вам удалось? Слушайте, характерные роли и одно удовольствие играть. Это так просто. Это проще, чем нюансы. Значительно проще. Поэтому в этом, правда, это не то, что я считаю своим достижением. Может быть, достижением можно считать отсутствие такого гротеска и продавливания вот этого всего. Но мы так придумали, что он у нас не то, чтобы вот такой махровый, и мы не спекулируем на этом. А ну, просто такой человек. И мы знаем, кто этот человек. Мы же сидели на радиостанции, смотрели, подсматривали. Миша Козырев нам рассказывал о каких-то типичных, достаточно радийных персонажах. Поэтому это легко, характерную роль легче сыграть, чем «как вы вживались в образ?» Вживался в образ? Да что-то не то, чтобы прям я вживался. Раз, вышел и пошел. Тем не менее, многие мои друзья совершенно убеждены, что вы гей. Многие вас считают... Это дает мне фору при общении с женщинами. Оно сразу сокращает, так сказать, дистанцию. Многие вас считают геем? Не знаю, не в курсе. Я не сильно по этому поводу переживаю. У меня нет... Вот в этом у меня нет никаких комплексов. Понимаете? И поэтому у меня нет никакой ущемленности. Ну, кто-то считает. Ну, может, считает. Ну, и ладно. Недвусмысленное предложение от геев вам поступали? Пару раз. Да? Да, пару раз. Как это выглядело? Передавали мне какую-то записочку или через кого-то, что вот, мол, не хотите ли пойти посидеть со мной? И так далее. Но я думаю, что ребята, которые, собственно, являются геями, вряд ли вам не видят гея. Да, они чувствуют себя. Да, они понимают, что это не так. И у меня есть друзья-геи, которые с удовольствием смотрят эти фильмы, но они понимают, что... Они друг друга чувствуют. Да-да-да, это другая история. Ваша первая жена – актриса Анна Касаткина, с которой вы учились в ГИТИСе, познакомились еще там, да? И у вас с ней двое дочерей – Елизавета и Ева. Скажите, пожалуйста, они обе уже снимались в кино, да? Ну, совсем немного. У Евы совершенно случайно, не через меня, есть фильм. Она семилетняя или восьмилетняя снималась в этом фильме, в главной роли. А у Лизы есть малюсенькая роль, эпизод у нас в «Третьих мужчинах». Ну, я надеюсь, что у них еще все впереди. Чем они занимаются, вот ваши старшие дочери? Старшая дочь, только что со мной рассталась, жалко, я мог вам ее представить. Она училась сначала в школе в Лондоне, потом в институте в Ридженсе она училась, на актерском факультете. Потом там же встретила своего мужа. И так случилось, что они, значит, пожив два года в Лондоне... Он англичанин или нет? Он израильтянин, русскоязычный, родившийся в Израиле, родители московские евреи, уехавшие в 90-х в Израиль. Он человек, говорящий на английском, на испанском, на иврите и на русском прекрасно. И он тоже закончил Ридженс, только экономически. И, в общем, они там познакомились. И в итоге так случилось, что они оказались в Киеве вот с февраля прошлого года. И живут в Киеве? И живут в Киеве, да. Сколько лет? Моей дочери 26 лет. 26 лет. То есть сегодня она в Киеве? Да. Ей нравится? Они просто, они скучают по Лондону. Очень хотят, только что мы об этом говорили, поехать туда туристами. Ну, просто они очень любят Лондон, знают, понятно. Но им очень нравится здесь. Все равно ты здесь находишься в своей... Я боюсь произносить, потому что я тут у Синдеева и был, и назвал наши народы братскими. И мне тут же понеслось такое в ответ. Ну, что, народы-то братские, правительства нет. Да. Поэтому я боюсь и себе, и им навредить. Но культура, естественно, она родилась в Москве, жила в Москве. Но и русский язык, и учебники, и фильмы, и книги, и так далее все здесь, конечно же, ближе, чем... Они блестящие оба говорят по-английски. Но, тем не менее, эта среда ближе, чем там. Ева чем занимается? Ева заканчивает 11 класс. И Ева, по-моему... Ну, я, понятно, крайне субъективен, но, по-моему, очень одарена музыкально. Она поет и сама сочиняет песни. В прабабушку. В прабабушку. Совершенно верно, да. И она очень... Лиза теплее, семейней, чуть-чуть поспокойней, наверное, мне так кажется. А Ева прямо с хотением, с таким желанием. И я думаю, что она у нас будет петь. Она живет где? В Москве. Сколько ей лет? 17. Они дружат между собой, Лиза и Ева? Очень близки. Четыре года вы уже состоите в отношениях с психологом Анной Моисеевой. Кстати, пишут, я видел в Википедии, что она из Одессы. А некоторые пишут, что из Киева. Откуда она? Она из Одессы. Из Одессы. Она из Одессы, она из близняшек. У нас очень странная конфигурация наших отношений. И четыре года, а 13 лет мы с ней знакомы. И 13 лет мы с ней в каких-то отношениях, в очень глубоких. И в этих отношениях было все. Вся палитра всего, что может быть между мужчиной и женщиной. Все это было. Я ей крайне благодарен за эти отношения и за ту любовь, которую я к ней испытывал. Не за ее любовь ко мне, а за мою любовь к ней. Но у нас вот так сложно очень все сложилось, что мы поженились два года назад, потом мы развелись. Да. Да. А 10 октября у нас родился сын. Вы весело живете? Мы весело живем. То есть, вы в разводе сейчас? Да, мы в разводе. Вместе мы не живем. Она живет в Одессе. Я их только что перевез. Мы рожали в Москве. Только что я перевез ее в Одессу с сыном. В общем, у нас довольно сложная конфигурация. И мне кажется, что то, что сейчас произошло, это единственное возможное. Я очень боюсь ее чем-то обидеть, каким-то словом. Но, тем не менее, пытаюсь правду вам ответить. Мне кажется, что то, что сейчас произошло, ее отъезд из Москвы и то, что мы будем жить в разных городах, несмотря на то, что сын будет с ней, и я надеюсь, что мы все равно будем с ребенком близки, то, что произошло, это единственное возможное решение для нас с ней. Как вы познакомились? В Одессе. В Одессе. Я ее увидел на пляже. Она была к тому моменту еще замужем. Я был женат. Это был роман. На пляже она хорошо выглядела? Да. И вы с ней заговорили? Ну, там какие-то были общие знакомые. В общем, как-то это случилось. Какая у вас разница в возрасте? 11 лет. При этом Анна на голову выше вас? На... На две. Три четверти головы. Скажите, пожалуйста. А на каблуках? Так вообще. У вас комплексов по поводу маленького роста никогда не было? Всегда были. Всегда были. Конечно, всегда были и будут. Поэтому у меня большая машина и высокая жена. Развод с первой женой вам тяжело дался? Очень. И это всегда будет моей болью и моей виной. Вы были очень близки. Она замечательный человек. И мы... Я... Она все равно существует в моем поле как близкий мне человек и как член моей семьи. Она вас до сих пор любит? Я не знаю ответа на этот вопрос. И... Вы знаете, вот не боясь обидеть вторую свою жену, я... То чувство, которое я испытываю к своей первой жене, тоже можно назвать любовью. Она, наверное, любовь уже не гендерная, но то, как я к ней отношусь, это, наверное, другим словом не определить. Вот. Я ко второй жене отношусь так же, просто нам не нужно жить вместе. Я, к сожалению, в этом убедился. Готовьтесь к третьей жене. С первой женой вы до сих пор вместе работаете? Да. Она кто? Актриса она. То есть, как с актрисой? Да-да-да, мы учились вместе на одном курсе. И, как мне кажется, что вот самыми сильными артистами у нас на курсе были Саша Демитов и Аня Касаткина. То есть, вы играете вместе по-прежнему? Да. Она дает вам советы профессиональные? Редко. Вы ей? Часто. Вы сына назвали Марком. Он родился буквально недавно, да? Да. Сколько ему? Вот он 10 октября родился. Все. Вот у вас две дочки, и впервые появился сын. А что вы об этом думаете? Это другое, когда сын появляется? Я еще не понял. Вы знаете, я еще не понял. Но с девочками период между рождением и такой уже полной преданностью и привязанностью сокращался в процессе. Ну, то есть, вот Лизу я совсем в юном возрасте родил, и поэтому должно было ее любить и радоваться этому рождению. И я радовался... Да было некогда. Да. Но делать даже не в некогда, а в том, что это было формальностью. Потому что я не умел, не знал, не понимал, что это за чужой человек, какой-то сверточек. Почему-то я его должен любить. Ну, я же должен, и я ура, и все такое. Но когда она первый раз со мной заговорила, она сказала, буквально она в три года сказала, папа, мне нужно с тобой поговорить. Ну, это было по-детски сказано, но тем не менее так. И я ее полюбил. Так вот, процесс с Евой произошел быстрее, потому что я уже понял, я уже привык и понял, как оно происходит. И Еву я полюбил быстрее, чем Лизу. Не сильнее, а быстрее. И вот Марка, я думаю, что просто я уже взрослый человек, почти пожилой. Все, я его уже люблю. Ваш зритель, он какой? Вы знаете, я думаю, он я. Хорошая формула какая. Скорее всего, я пишу от себя, и мы пишем от себя. И о себе. И о себе, и поэтому идеальный зритель – это вот такой же человек. Это идеальный зритель. А вообще, какой наш зритель? Вы знаете, мы делали интересная штука. И интересное предположение Славы об этом. Мы делали исследование перед нашим первым... Ой, предыдущим фильмом. Кто ждет фильм? Это были третьи мужчины. Оказалось, что больше всех из опрошенных ждут фильм девушки от 25 до 35 лет. И Слава тогда сделал следующий вывод. Он говорит, а вот посмотрите, с кем мы. Мы вчетвером. И оказалось, что каждый из нас с девушкой в этой амплитуде возраста. Вот как-то так. Так что девушки от 25 до 35 нас пока еще... Не подводят. Пока еще не подводят, да. У вас очень много разных проектов. Как рождаются идеи новых проектов в принципе? Как это происходит? Спонтанно вы собираетесь вместе? Или кто-то говорит, вот мне кажется? Вы знаете, у нас нет проектов. Когда мы начинали, слово проект еще означало совсем другое. У нас есть что-то следующее. Вот мы собираемся написать спектакль или пьесу. И мы садимся втроем и начинаем набрасывать что-то... Камбу. Что болит, какие-то интересные идеи. Какая-то история, произошедшая с другом, с близким. Какой-то вот... И оно начинает... Кирпичики эти начинают как-то постепенно вот так вот заполняться. Потом мы ищем основу этого. Потому что иначе это были бы скетчи. Придянутые за уши. Да. И вот этой основой чаще всего... Вот он, Сережа Петриков, больше вкладывается вот в этот фундамент. Мы больше в завитушке, в диалоге, в какие-то... Мы больше вообще в жизни находимся, чем Сережа Петриков. Он больше в компьютере. Мы в жизни. И поэтому мы можем выцепить из жизни больше каких-то историй, фраз, там, поворотов. Это рутинная работа. Конечно. Это просто каждодневная рутинная работа. Мы приходим в кабинет и пишем. Скажите, кино сегодня, в принципе, прибыльно? Ну, ваши фильмы прибыль принесли. Да. Вы хорошо заработали? Больше всего мы заработали, когда ситуация хорошая была в стране. А это, мне кажется, там, это 8, 9, 10, 11 года. Когда еще все не повернулось совсем в суровую сторону. И когда было много денег в стране. И когда все еще было такое ощущение, что мы живем, пока еще не определились мы, что мы повернули вне свободы. А еще мы в какой-то ощущении свободы живем. Хотя уже Ходорковский давно есть. И все такое. И все было на довольно высоком уровне. И было много, насыщено было все деньгами. И мы заработали очень хорошо на вторых мужчинах. Первые мужчины проторили путь. Дорогу вторым? Вторым, да. А вторые прямо... Ну, что такое очень хорошо? Примерно можно сказать? Или это коммерческая тайна? Моя заработка? Нет. Это же можно посмотреть в интернете. Поэтому никакая не коммерческая тайна. Другой вопрос, что мы делим все на пятерых. Но, тем не менее, тогда мы заработали... Бокс-офис фильма был 21 миллион долларов. Из которых производство... Половина уходит к кинотеатрам. То есть, 10 где-то заработали. Нет, минус съемки, наверное, да? Нет, конечно, минус съемки. Я помню, что... Ну, по миллиону заработали долларов. Нет. Меньше. Конечно, меньше. Я вам скажу, курс доллара был тогда, наверное, 30, 35. Я думаю, что мы заработали... Каждый из нас заработал тысяч по 300, 50, 400. Всего. И это считалось очень... Это очень хорошо, да. Вы состоятельный человек сегодня? Определите, пожалуйста, что означает состоятельный человек. Вы знаете, это человек, которому всего хватает. Нет. Тогда нет. У вас квартира или дом? У меня очень хороший лофт. Большой? 180 метров. Какой у вас автомобиль? Range Rover Sport. О, большой, красивый. Большой, красивый. Я же говорю, у меня комплекс. Пандемия коронавируса отпечаток на творческую жизнь и вообще жизнь актера сильно наложила? Ну, стало значительно тяжелее. Нам прям тяжело. Как и всем в этой всей истории. Просто мало... Ну, сейчас в театре, возможно, 25% заполнения, что... 25% в России, да? В России 25% и мы сняли все спектакли, которые с большим количеством народа, оставили только спектакли там, где мы вчетвером, просто чтобы как-то так, ну, чтобы было и рентабельно это. И вся эта история... Что-то я чувствую в ней, чувствую. Что-то какое-то рукодельное. Либо это рукодельное весь этот процесс, либо кто-то возглавил этот процесс нерукодельное и естественное. Но вот ощущение какой-то фальши в этом всем. Это проклятые американцы мутят. Ну, нет. К сожалению, нет. Чтобы России нагадить, нет? Нет, какая-то есть в этом экзистенциальная неправда. Вот что-то я там чувствую. Может быть, знаете, вот я, рассуждая об этом, я думал о такой простой вещи, что как опасность вызывает страх, так и страх вызывает опасность. За вами записывать надо. Это две... Я это делаю сам за собой. И когда, как мне кажется, когда ты сильно боишься, ты больше болеешь. Вот у меня есть ощущение, что есть прямая зависимость того, что... Нет, понятно, что это болезни. И понятно, что это вирус, что есть объектив... Вокруг болеет куча людей. Куча народу болеет. Но вот у меня есть... Чем больше человек боялся, тем сильнее он болеет. Вот у меня есть такое ощущение, что что-то мы прям сильно испугались. И притягиваем эту историю. Ваш следующий фильм каким будет? Это будет в Бореньке чего-то нет. Может быть, это будет не фильм, а сериал. Мы сделаем это впервые. Пойдем и... Прям... Ну, это тоже связано с пандемией, с коронавирусом и с изменениями обстоятельств. Кино уходит в цифру. И в цифре появляется значительно больше денег. И кинотеатральный прокат по емкости можно уже вполне себе сравнить с емкостью цифровых платформ. И в связи с этим мы будем делать... Наверное, мы будем делать сериал. И я очень надеюсь, что... Мне кажется, что в Бореньке чего-то нет. Это спектакль, чтобы вы понимали. Так называется спектакль. В Бореньке чего-то нет. Хороший материал. Мне кажется, что это... Как мне кажется. Это лучшая пьеса, которую мы написали. И поэтому я очень надеюсь, что фильм будет... Что фильм будет тоже интересный. И я надеюсь, что мы, опять-таки, мы учимся снимать кино. Чего-то мы там научились. В смысле атмосферы кино в мужчинах. Очень нам сильно помог Лёша Нужный в громкой связи перейти на какой-то более честный уровень с отсутствием Катурнов. Ну, с более честной выдачей актёрской в громкой связи. И поэтому я надеюсь, что Боренька тоже у нас будет ступенькой... Ну, шагом каким-то вперёд. День выборов три будет? О чём снимать? Дим, о чём снимать? Я не знаю. Трагедию День выборов три можно снять. Жёсткий фильм «День выборов три» можно снять. Шутить по этому поводу сейчас... Ну, можно. Наверное, всегда можно шутить. По любому поводу можно шутить. И о смерти можно шутить. И, знаете, есть еврейский юмор в гетто тоже существует. Но что-то не лежит у меня сейчас душа шутить по поводу выборов в России. Как-то не знаю. Лучший фильм «Квартета И» уже снят? Ну, тут риторика. Тут вы, к сожалению, пас на пустые ворота. Ну, скажите, нет. Я очень надеюсь, что он впереди. Чем вы увлекаетесь? Кроме профессии? Людьми. Я очень увлекаюсь людьми. У меня очень интересны люди. Ну, и футбол. Вы, когда общаетесь с людьми, вы берете у них все полезное для своих будущих работ. Да? Для сценариев. Ну, и это тоже... Ну, понятно, что я очень люблю книги, я очень люблю фильмы. И все такое. Но если говорить о том, чем я увлечен, чем я всегда ночью разбудим, хочу заниматься, это общение. Меня качает от филантропии в мизантропию. Но вот, знаете, есть мизантропы, которые родились мизантропами, а есть мизантропы, которые стали мизантропами, потому что они разочарованные филантропы. Это разные мизантропы. Они разные. Механика прихождения к мизантропии или мизантропии, я не знаю, как сказать правильно, она разная. Меня качает иногда, но так как, опять-таки, в нашем фильме это звучало, любовь и ненависть – это одно и то же с разным знаком, и в этом случае это тоже так. Люди – самое интересное, что есть для меня на свете. Как человека, увлеченного людьми, спрошу. Люди – говноматериал? Преимущественно. Просто люди – преимущественно говно, к сожалению. Но есть такие замечательные. Такое интересное говно есть? Нет, нет, нет. Если честно говорить, если честно, я стараюсь с вами, потому что вы ведете честный разговор, я стараюсь с вами быть честным. Я очень постепенно разочаровывался, но, тем не менее, понял. Люди – говно. Нет, нет. 90% людей – идиоты. Да, согласен. К сожалению, идиоты. Бывают хорошие идиоты, бывают плохие идиоты. Но люди, которые не анализируют, не сопоставляют. К сожалению, это так. Но есть такие, которые компенсируют все эти 90%. И, наверное, наши роли распределены. И поэтому когда-то я это понял, что если считать, что роли распределены, кому-то досталось быть бомжом, и почему-то это нужно, а кому-то досталось быть вором, а кому-то досталось быть ученым, и гением, а кому-то сумасшедшим, но все это роли, это палитра. Да, значит, так надо. И поэтому на это не надо злиться. Это просто данность, она есть. Как людоведа вас спрошу. Кто из виденных вами людей произвел на вас самое мощное впечатление? Вот вы знаете, у меня сейчас крутится несколько фамилий. Вы произнесли эпитет «мощное». Мощное. Мощное, да. Вот на меня невероятное впечатление произвел Михаил Михайлович Жванецкий. А самое мощное впечатление, вот мощного человека, силы, такой вот, без знака силы, Потанин. Очень сильный человек. Миллиардерами на пустом месте не становится. Вот это я не знаю. Ну, действительно, не встречал того, кто на пустом месте стал миллиардером. Но сила, мощь, человеческая мощь видна, слышна, чувствуется. Вам Потанин дал деньги на день выборов? Нет, мне Потанин ничего не дал. Но это не мешает ему быть мощным. Да. Вы любите футбол. Сами играете? О, да. Я блистателен. Я лучше, чем артист-футболист. На кой позиции вы играете? Я всегда играл раньше. Когда я был быстрым, я играл нападающего. Потому что я быстро бежал. Я был Билановым, по сути. А сейчас я уже играю на позиции какой-то более оттянутой, где-то там в серединке. И вы до сих пор играете? Мы со Славой играем два раза в неделю футбол. Где? Мы собираем молодых ребят. То есть, очень не хочется в пенсионерский или пенсионный футбол играть. Поэтому там очень приличный. В залах или на фолях? Нет. Мы играем поперек в Лужниках. Там типа 10 на 10, 11 на 11. С Артемом Дзюбой вы не играли в футбол? Нет. С Дзюбой не играли. Но к нам ходят профессиональные футболисты. У нас Леша Рябко играет всегда. Да, у нас Петя Бустров играет, у нас Дима Хохлов приходил к нам играть, Радимов приходил играть, у нас стоит на воротах. В общем, у нас прям там неплохой уровень. За кого вы болеете? Всю жизнь я болел за свою здесь. Я болел за Черноморец, за Динамо Киев. Но так как я уехал туда, значит, какое-то время... Мне очень нравится, как хозяйствует Гиннер. Мне очень нравится, что происходит внутри команды ЦСКА. А так я болею за все российские клубы, за украинские клубы, когда они играют в Еврокубках. Мне очень нравится «Шахтер». Но всё-таки главная любовь – это сборная России. Вы за политикой следите? К сожалению, да. Вы часто критикуете российскую власть. В 2012 году, вот я себе выписал, вы принимали участие в акциях протеста против фальсификации выборов. А что вы вообще такой неблагодарный человек? Вам Россия всё дает. Вы заслуженный артист России. Вам как-то и фильмы снимать дают, и не трогают вас. И не наступают на ваши, в общем-то, права творца. Что вам не мёдся? Что вы Россию критикуете? Да, я тоже думал об этом. Когда журналист какой-то ровно это же, но только без вашей иронии, спросил меня. Чего пришли сюда? Это было, по-моему, на Сахарова. У вас же всё хорошо. И дальше я вдумался, а до какой степени я готов идти дальше? До степени, когда я поставлю под угрозу театр и свою личную жизнь, я не готов идти. Я не революционер. Честно. Я не готов идти. Я хочу жить в этой стране. Я считаю её своей страной. И я считаю, что приношу ей пользу, критикуя те вещи, которые мне не нравятся. И поэтому я выхожу на митинги, если мне что-то не нравится. Готов ли я ходить на митинги, где... Бьют дубинками? Бьют дубинками. Скорее всего, нет. Мне кажется, что я полезней для своей же страны, если я сниму день выборов. А может, мне просто страшно. А может, мне просто не хочется. И не может, а точно. Мне страшно. И, повторяю, это стезя. Революционер – это стезя. Я её не выбрал. И не хочу выбирать. Более того, мне кажется, что радикальная точка зрения, такая бескомпромиссная, жёсткая, и отсутствие диалога с властью – это, на мой взгляд, ущербная позиция. Потому что существует то, что существует. Мы понимаем, как долго это будет существовать. Мы понимаем, возможно ли, я понимаю, возможно ли изменение в этом. И, как мне кажется, позиция сильней, эффективней, не полное отвержение и впадание в праведный гнев от этого. И, соответственно, попытка хоть какого-то диалога, попытка связи между обычными людьми и небожителями, она, как мне кажется, правильнее. То есть я немножко перефразирую. Будучи умным человеком, вы прекрасно понимаете, что происходит. Но при этом вы прекрасно понимаете, что жизнь у вас одна. Вы хотите заниматься творчеством. И понимаете, что разменивать занятие творчеством, любимой работой на путь революционера не имеет смысла. Нет у меня на это духа и желания. Тем не менее, у меня никогда не возникнет вопроса сказать ли правду и свое мнение любому из журналистов российских. И в этом смысле, кстати, украинские журналисты меня пугают чуть больше, чем российские. Потому что здесь это по понятным причинам, но, тем не менее, здесь это доведено до такой степени. И такое количество спекуляций по этому поводу, что я просто боюсь за то, что меня, например, могут не пустить в свою родную страну. В России я произношу все, что хочу. Иногда это просто не печатают. Но произношу я все, что хочу. Вы знаете, я очень благодарен вам за честный ответ на этот вопрос. Честный. Я это абсолютно понимаю. И я вам задам еще один вопрос, на который вы можете не ответить. Я вам сразу это говорю. Потому что вы должны понимать степень риска при ответе на этот вопрос. А что вы думаете об аннексии России Крыма и о развязывании войны, кровопролитной войны на Донбассе с последующей аннексией части Донбасса и с тем, что российское руководство рассорило на неопределенное время два братских народа? Все оценочные суждения о том, что когда-то произошло 2014 год и дальнейшие все события, я уже высказывал и произносил. И вам сейчас не буду это еще раз повторять. Просто не стану. И я прошу вас, я не хочу вас подвести. У меня нет этой цели. Поэтому отвечая на этот вопрос, лучше подумайте. А можете не отвечать вообще? Нет, тем не менее, я отвечу. Первую часть я уже произнес. А вторая часть следующая. Мы находимся все время, мы с вами, на идеологическом поле. Но мы с вами люди говорящие. Вы журналист, я артист, иногда высказывающий свое мнение. Что я хотел бы и что хотелось бы от политиков? Нынче ситуация такова. Она такая. Она вот так сейчас сложилась. Почему она сложилась? Кто виноват из-за этого? Вот сейчас уже можно... Не из-за этого, а почему так сложилось. Сейчас так. И, по-моему, нужно отбросить политические лозунги, направленные на подкормку электората. И попытаться, наконец-то, при этих вводных, которые вот сейчас такие, сделать лучше государству и своим гражданам. Учитывая, что Россия такая, она такую позицию занимает. Украина такая. Попытаться в конкретике, в этих реалиях, что-то предпринять и как-то это разрешить. В этих реалиях. Переставая апеллировать к идеологии, к тому, кто прав, кто не прав. Там все достаточно ясно для обеих сторон. Попытаться в этих конкретных условиях, вот в нынешних вводных, которые существуют, помочь своим гражданам и своей стране. Это то, что можем сделать не мы с вами, а люди, которые занимаются политикой. А я вас иначе спрошу. Вам вся эта история болит? Ну, конечно, болит. Ну, конечно. Мне очень печально, что так произошло. И вы знаете, я знаю очень много умных людей в России, нормальных людей в России. Более того, в истеблишменте и в правительстве, и в которой нету там внутренной злобы или противостояния внутренного. Потому что, ну, откуда оно? Вот. Мне очень больно, что мы вот в нынешнем положении находимся. официально. Но вот мы играем в футбол. У нас огромное количество народу с Украины, куча народу из Москвы. Все хорошо. Все нормально. Нету там вот этих внутренних обид. Их нет. А то, что произошло, конечно, болит. И я очень надеюсь, что все-таки на нашей еще жизни как-то все это улучшится. Внутри квартета политические споры возникают? Да. Еще как. Вы спорите? Мы страшно упираемся. Ну, в основном это происходит между нами троими. Ну, то есть между Сережей и мною Славой. Очень... У вас со Славой разные позиции? Да. Ну, в нюансах. Помните, как у... Сережек крайне радикален. Он очень... Он русский патриот. Наоборот. Да. Он крайне антиправительственно настроен. Какой хороший человек. Но настолько крайне, что у него все уже из-за этого. До чего нас довели коммунисты-суки. Помните? В войне хороший человек. У Иртенева. Да. Что-то... Я не помню, как звучит у него очень смешное четверостише проснувшегося пьяного человека. До чего нас довели коммунисты-суки. У него вот так, до такой степени. Вот. Я где-то посередине со Славой. Но, если помните, мы спорим страшно, но по большому... Со Славой. Но по большому счету в общем на одних позициях стоим. Это как у Толстого Ванни Карениной. Если помните, там у него два либерала встречалось и страшно спорили. Потому что они говорили на одном языке и знали, о чем говорят. Но вот эти нюансы, они, значит, вот они, кажется, цеплялись и спорили. И, кстати, наши либеральные ребята тоже друг с другом чудовищно рвут глотки. Именно потому, что они друг с другом могут говорить на одном языке. Вместо того, чтобы объединиться. И ростом. И родом занятия. И происхождением. И чувством юмора. И работами в кино. Вы очень похожи с Владимиром Зеленским. Вы знакомы с ним? Нет. Я лично не знаком. У нас была одна ситуация, которая довольно веселая. Мы выходили с фильмом «Быстрее, чем кролики». А у Зеленского выходил фильм «Очередные свидания» или «Любовь в большом городе». Что-то в этом роде. Но перед этим у нас был фильм, как раз, которым мы заработали самую большую кассу, о чем еще говорят мужчины. И Зеленский позвонил Славе и сказал, что, ребят, а мы были там приблизительно на одной дате стояли. Ребят, давайте как-то разойдемся по датам, уйдите с нашей даты. А что мы скажем, что Слава сказал? Знаете, что, уйдите сами с нашей даты, слава Богу. И как же мы проиграли им. Проиграли. Да, конечно, это было быстрее, чем кролики. Нам-то казалось, что у нас кредит доверия такой, что на нас пойдут и будут смотреть и все, что угодно, а быстрее, чем кролики, очень сложное кино. Это единственный случай. Вы второй, кого Зеленский победил. Первый был Порошенко. Да, да, да. Нет, мы первые. Порошенко был второй, он и тут второй. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Владимиру Зеленскому, как к коллеге по цеху? Замечательно остроумный, очень обаятельный. Иногда переходя... Мне не всегда нравится то, что он произносит, но он очень талантливый человек, он очень хорош. В свое время вы уезжали в эмиграцию в Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что все уезжали. Вот и все. Меня утянуло туда вот этой цепочкой, но я не уехал в эмиграцию. Я съездил, это 94-й год, и я уехал туда и прожил там собственно каникулы. В каком городе? В Нью-Йорке, три месяца я там пожил и уехал. Не понравилось. А дело не в этом, а я не собирался оставаться. Ну, вы получили грин-карту. И поняли, что это не ваш. Я счастлив, я счастлив, как говорят в Одессе, счастлив я тем, что я живу в этой стране. В Одессе вы часто бываете? Ну, стараюсь, да. А нынешняя Одесса, вот мы уже говорили немножко, лучше или хуже Одессы вашего детства? Вы знаете, а давайте я рискну сказать, что лучше. Лучше? Да. Лучше, потому что появились прекрасные рестораны. Раньше есть было нечего, правда, в то время? привоз был, вот в Одессе было, что есть, но дома. Но кафе и рестораны страшные были. И кафе и рестораны, пельменная разве что. Воды не было. Воды не было, отключали в 12, включали там когда-то, я уже не помню, что. Вообще, вообще, когда люди говорят, что в советское время, а есть люди либерально настроенные, что в советское время было лучше, чем сейчас, это просто какая-то очевиднейшая неправда. Это совершенно не так. И Одесса сейчас может быть испорчена в том числе и отношениями России и Украины, потому что понятно, что огромное количество россиян приезжало отдыхать в Одессу. И понятно, что когда отсутствует этот поток, его заменяет другой поток. Насколько он качественней или наоборот хуже. поток стал больше, потому что в Крым не ездят. Поток стал больше, поток стал не только из Украины, из других же стран тоже к нам ездят. И ездят за определенным. Но тем не менее я приезжаю в Одессу и мне там замечательно. Наверное, туристам там мне замечательно, потому что все-таки работать я могу в Москве, в Одессе, к сожалению, нечего мне делать. И, к сожалению, опять-таки, вот смотрите, какая интересная штука. У нас президент не меняется уже очень давно. У вас президенты меняются и меняются. но и у вас стало, к сожалению, по уровню жизни хуже, чем было и у нас. Но у нас в том числе из-за вашего не меняющегося президента. Дальше не пойду. И не надо. Скажите, Одесса по-прежнему столица юмора? Я не знаю, я никогда не считаю... Это такие, знаете, прилепленные штампы, которые потом в итоге дают очень ущербные варианты этого юмора. Столица юмора Габрова, столица юмора Одессы, столица юмора. Там появляются люди, которые хорошо шутят. Которые даже и не хорошо шутят. Михаил Михайлович не хорошо шутит. Илья Петров, Илья Петров, тоже, это не про шутки, это про способ мышления. Это про жизнь, да. Это про способ мышления. Вот такой вот способ мышления. Мне вообще кажется, что юмор в данном случае, в высоких своих образцах, это попытка осмысления жизни. Просто таким способом это легче сделать. Ну, вот Михаил Михайлович осмыслить то, что происходит внутри и снаружи, легче вот таким способом. И поэтому он вот так разговаривает, так шутит, так пишет. Когда Михаил Михайлович скончался, вы сильно грустили? Ну, понятно, что все были готовы уже. Ну, это что называется очень... Вы знаете, как... Вот я приезжаю в Одессу и я жду этого, что у нас будет две, три, четыре встречи. Первая встреча, это значит, мы там с родителями организовываем и, конечно, это там огромное количество моих друзей, ну, конечно же, в центре Михаила Михайловича. И это радость была. И потом, значит, у Мити день рождения у сына, это значит, мы приглашены. И еще какие-то два повода, где мы встречаемся. Просто у меня отобрали вот эти четыре... А жизнь же из этого состоит. Эти четыре радости у меня отобрали. Конечно, это большая... Потом, знаете, есть люди, которые готовы к смерти, которые как-то... Ну, чё уж, я уж пожил. Я уж, мне уж пора. Я уже... Бывают такие люди, и это... Ну, как-то это так достойно, здорово. Жмонецкие смерти не вяжутся. Это не та история. Он хотел, ему все время что-то... Как бы еще... Вот. И поэтому это обидно. Вот. И еще то, что меня лично задело, это то, что мой папа этим жил. Мой папа жил последние 20 лет. Ну, понятно, что есть семья, есть мама, есть... Но, тем не менее, дружба с Михаилом Михайловичем. Для него это крайне важно было, что вот они рядом. И Михаилу Михайловичу, я так понимаю, было комфортно. И там вот он звонил, говорил, Гарик, ну-ка, давай, пойдем. Пойдем, пройдемся, выпьем. Да ладно, садись за руль. Это же я, Михаил Михайлович, выпьем, пойдем. Да, он мог выпить и сеть за руль, да. Ну, так это было, так. Вот. И поэтому за папу я переживаю, потому что для него это была очень большая часть жизни. Я видел фотографии с похорон Михаила Михайловича, и вы, в том числе, были, как прошли похороны? Интересно, что... Они были закрытыми, давайте скажем. Они были закрытыми, но, тем не менее, там было человек 200. Ну, Список был, насколько я знаю, ну, вот этим занимался Олег Леонидович, да, Сташкевич, и там было, по-моему, 30 человек разрешено. Тем не менее, много народу пришло, и пришло просто так, не в списках. Ну, например, Ваня Органт пришел просто потому, что захотел, Семен Слепаков пришел, потому что захотел. И его хоронили, как, ну, там, человек из правительства, скажем так, как чиновника очень высокого ранга. Хоронили со всеми военными почестями, с караулом, с, ну, вот этими всеми салютами и маршированиями и так далее. На Новодевичьем кладбище. На Новодевичьем кладбище. И вы знаете, во-первых, по праву, но это даже об этом не имеет смысла говорить. А во-вторых, мне кажется, мы с, обмолвились об этом с Гришковцом, Женей, мне кажется, что ему это было важно. Ему была важна вот эта оценка. Не только народная, он народный был, он народный артист. Россия, Украина, Прибалтики и Казахстан. Все понятно. И Австралия, и Америка, и так далее. Народный артист. Но вот это признание ему тоже было важно. Ему в принципе было важно признание. И поэтому мне кажется, первое, что возникает, Михаил Михайлович и вот это, это же вроде как не соответствует. Это то, что ему бы понравилось. И он бы собой был горд. Я вам задам последний вопрос. Какой у вас сегодня ощущение вашего возраста? Какая пауза? Я оценил. Я пытаюсь... Может быть, этого и достаточно? Я пытаюсь вдуматься и ответить вам процесс взросления еще не окончился, процесс старения уже начался. У Кнышева есть прекрасная фраза. Еще не старость, уже не радость. Но в моем случае это не так мне комфортно в этом возрасте. Мне спокойно. Я чувствую свою силу, как здоровье физического, так и здоровье психического. и мне кажется, что у меня есть еще... Как помните у Бабеля, в старике была жизнь еще лет на 20. Мне кажется, что я в удовольствие еще поживу. И будете мощным стариком. Буду мощным стариком. Друзья, я благодарю за гостеприимство лучшую гостиницу Украины Киевский Премьер Палас. Замечательный отель, в котором нам всегда рады. Посмотрите, какая красота. Редактор субтитров А.Семкин